лошадка и гуку мышка птичка ты мой умный птенчик браво молодец браво браво надо взять нахлопать с не похлопаешь быть плохо давай разбирай теперь потом собирай пока крашусь разрешаю ребенку немножечко развлекаться ну так аккуратненько с моей косметикой ковырять не не дам конечно же она мне дорога и покупаю раз в сто лет на самом деле мне хватает ее очень надолго по моих любимых крема то что раз вам их показывала pure beauty вот уже заканчиваются надо надо обновить кстати будет и помыть кисточку помыть кисточку тональной основы очень удобная кисточка это кабыки называется или нет я прям их опытом покупаю и на самом деле включила верхний свет и очень невыгодное освещение я накрасилась выгляжу как бледная поганка я накрасилась но я не накрасила глаза мне нет кисточки мне нужна кисточка кисточка осталась ванной ванна ванна занята сейчас там мой муж вот мне нужно сделать себе щеки я тут знаете скрываю все от соседей свое положение и мне все кажется что не видно на самом деле я так сейчас на себя смотрю и понимаю что ну не прокатит уже до что уже не скажешь что на самом деле я поела арбуз вот к вечеру конечно живот больше с утра он меньше ну как у многих наверно но его уже уже явно не скроюсь мы до мне осталось причесаться вот так на меня не смотрите я пристала перед вами не чесаная я соберу волосы в хвост меня не вытянутая каре ведь она уже пошла волнами мне нужно делать укладку каждый день чтобы хорошо смотрелось и челку надо укладывать но еще жарко я все-таки соберу волос что-то у меня миша украл по моему хайлайтер и пошел деловая колбаса поспала я сегодня с ребенком днем никогда не сплю с ребенком поспалась и жалею об этом потому что очень вялая просто ужасно себя чувствую а почему я включил верхний свет а потому что у меня blackout здесь хронически сейчас они закрыты иногда открываю чтобы ультрафиолет немножечко обеззаразил комнату ультрафиолет нужен особенно для постели для кровати нужно не заселать кровать открытие чтобы она была обработана ультрафиолетом и поскольку жара я редко сейчас открываю эти blackout а вот вечер мы все-таки решили что надо в платье не глажу последнее время вообще ничего не глажу это кстати лен лен не глажу какой смысл у нас влажность 90 процентов выйду и все равно выстирать надо будет и оно и разгладиться заодно но не удалось избежать вандализма я думаю почему такая тишина в доме мой хайлайтер наш любимый не критично но расковыряла кстати смотрите мне целая косметичка помад и очень люблю помады целая косметичка и все нюдовые вот хотела вам показать из совсем недорогого фикс прайс прям радует неожиданно этот крем мне очень у них понравился правда мне его с трудом нашли китайские китайский библи крем про мне аллергичная кожа но он хорошо и жару неплохо идет и вот этот синт такие губы получаются приятным правда химозный и он горьковатый я сначала удивилась думаю что за цвет такой розовый прям розовый розовый но на губах он таким не смотрится он смотрится реально как вот такие пигментированные свои губы мне очень нравится эффект румян бронзера и тинта немножечко влажная кожа биби крем все глаза не накрасила не за может быть стоило но я не хочу ободок сразу делает из непрически прическу все и можно идти более или менее пришла в себя приехали поужинать так тихо вроде бы воскресенье по идее все уже должны вернуться домой кто-то присоединял к выходным несколько дней чтобы сделать себе длинные выходные насколько я поняла вот сегодня воскресенье последний день и приехали в под ланч частенько здесь бываем и стало прохладнее как будто бы вот где-то идет дождь но он никогда не идет вода не уйдет рядом с садом и голова женщины весьма странная инсталляция что это инсталляция горшок кашпо позже мы здесь курят все это веранда курит внутри по моему даже снаружи естественно это для полу полу открытая веранда слава богу открыли окно и здесь работает напольный кондиционер я рано вам сказала что народу мало народу полно просто полно полно вы включили ребенку мультики потому что иначе никак он уже здесь со всеми перезнакомился побегал везде смотрит про муравьишку мультфильм я всегда здесь брала зажаренные суши зажаренные правильно как это сказать в общем горячий суши сегодня решила не брать потому что что-то вы мне написали не бери не бери опасно ну я и не стала вот сказала еще лимонад было написано клумнище но по факту он малиновый смартис малина очень сладкий лимонад турки любят если ты заказываешь алкогольный коктейль из алкоголя будет вот столько вот столько если заказываешь лимонад он будет очень сладкий и сиропа будет вот столько у меня курица с каким соусом сладкая сладкая горчица что-то в этом роде хотя выглядит как сливочный соус я очень устала я очень устала от этого ресторана все активность на сегодняшний день закончена то ли я отравилась этими сигаретами которые все курили в общем жена лавочки мы в парк смотрите сколько народу но это это нормально это не много не мало нормально мишка там где-то с папой бегает хороший парк мне нравится красивый новый тут еще есть водная часть водный отсек но его не включают пока что или не будут включать не знаю чем есть веер спасения в жару вот например сейчас и сижу на лавочке вроде как ветерочек дует но не всегда вот еще на тело переодевалка для ребенка костюмчик колония лимонная и собственно чем хотела показать это блеск golden rose помните хотел сказать из детства но не с детства из юности классный такой он плотненький хорошо сидит на губах цвета не дает просто такой жирненький блеск но в качестве гигиенической помады взяла на кассе в gratis по-моему миш все не видать мне блеска да и все привет девчонки и ребята хочу сделать распаковку такой будет небольшой smr и карга мне приходит много до последнее время из дома я выхожу редко по причине большой жары так видно нет видно и заодно отвечу на ваши вопросы чтобы не терять время будет такой небольшой smr и вам хорошо и мне хорошо значит заказала я такие игрушки для ванны это такой пазл для ванной последнее время мика очень быстро моется раньше он любил мыться он и сейчас любит воду ему почему-то скучно стало и никакие методы больше не работают я решила попробовать метод с наклеивающимися игрушками с наклеивающимися игрушками на душевую кабину на любую влажную поверхность их мочишь и они наклеиваются в общем значит мне задавали вопрос так мне задавали вопрос про детский сад собираюсь я отдавать мишу в детский сад миша в детский сад пойдет но мне вообще позитивное отношение к детскому саду но я на данный момент не вижу в нем готовности идти в детский сад если честно я вообще не если нет необходимости крайней необходимость часто бывает у женщин разные причины бывают разные жизненные обстоятельства бывают приходится расставаться с ребенком и отдавать его в детский садик рано сейчас два года он не разговаривал пока я не начала разговаривать с вами хочет меня изображает по моему если мне будет очень тяжело с малышом если я не буду справляться если будет такая ситуация я не знаю как будет сложно предугадать хотя в принципе ты знаешь что тебя ждет уже мама на опыте как говорится но тем не менее всегда есть какие-то непредсказуемости непредсказуемые процессы если мне будет очень сложно мы подумаем о том чтобы отдать мишу мишу в садик значит в турции не такая ситуация с садами как так ножницы как в россии в россии все дети идут в садик там мамы заканчивается декрет и дети идут в садик там в районный садик кто-то в платный кто-то в районе но в большинстве случаев идут по месту прописки ну каким способом этот этот вопрос решается этот вопрос решается здесь несколько иная ситуация здесь работают женщины конечно но они работают в гораздо меньших количествах и детские сады здесь птица но ответь как выглядит эти пазлы и детские сады скажем так здесь не являются чем-то обязательным наша родственница педагог она в принципе не за детские сады на считаю что за детьми там плохо смотрят ну я не совсем согласна есть очень хорошие детские сады есть в основном хорошие платные детские сады цена конечно варьируется сейчас ничего дешевого нет так у меня просто летает пилата с мяч пока я вам тут снимаю вопрос у одесском саде может быть уже и правда правда уже пора она против она говорит что за детьми там плохо смотрят сколько бы вы денег не отдали может быть может ой фигеть это устрашающе что это такое и зачем это это подарок ну кей подарок спасибо так вот такие вот пазлы он у меня их надевать спасибо миша ай как красиво маме ай как маме идет если мы найдем хороший сад который соответствует цена качества то миша обязательно пойдет туда ну в возрасте от трех лет я думаю скорее всего не раньше плюс такая ситуация что есть еще адаптация в саду есть такое понятие как болячки которые дети бесконечно носят и начинают заражать друг друга этими болячками фазла мы сегодня проверим вечером как работают спасибо очень красиво очки не что миш спасибо коробка для коробка для хранения казала в этот раз нейтральное нечто нейтральное мне нужна была квадратная коробка вот такая вот коробка для того чтобы ты чего для того чтобы складывать игрушки с мелкими деталями сейчас у ребенка такая проблема но это у меня проблему ребенка проблем нет он швыряет все на пол так давайте скроем так чтобы пакет использователь второй раз он швыряет все на пол и потом детали от мелких игрушек сложно искать я хочу чтобы они эти игрушки были у него не в доступе чтобы он не мог спокойно достать сам чтобы они были в коробке такая прикольная коробка достаточно вместительная еще задавали мне вопрос на что там сколько мне лет сколько мне лет сколько лет мужу младше ли муж меня старше ли меня на самом деле у нас с мужем разница в два года мне исполнилось в мае 41 такие красивые кисточки здесь мне очень сложно сосредоточиться с ребенком снимать это очень тяжело мне как-то одна дама написала ну что во время съемок не могли ребенка в другую комнату дорогую комнату убрать я вот думаю как убрать ребенка в другую комнату расскажите мне если какой-то способ убрать ребенка в другую комнату который с тобой ходит за тобой ходит хвостиком даже в ванну с тобой ходит наверное когда у меня не было детей я рассуждала точно так же ну что такого убрать ребенка другую комнату на время съемок нет друзья мои если вас раздражает я понимаю абсолютно что кого-то могут раздражать дети мне тоже сейчас вот очень тяжело например снимать я прям даже нервничаю не мог не адаптировалась да может поэтому я долго не снимала потому что я вы до сих пор не могу адаптироваться к таким съемкам если кого-то раздражает сами мамы надо раздражаются на своих детей это нормально по другому ближайшее время наверное не будет либо не будет никаких съемок либо будет вот будут вот такие вот съемки потому что делаем то что можем сделать на данный момент выключаем перфекционизм который во мне раньше жил и делаем то что в наших силах вот поэтому снимаем с ребенком который пищит жужжит стучит сует свои ручки ведь уже порядок навел помощник очки уже сломаны можем какие-то такие они страшные так сейчас мы сложим его игры игрушки туда так а я вот смотрю и наверно все-то и не поместится на можно конечно впихнуть не впихуемое очень любят этот пазл они с папой его собирают бесконечно я не могу его собрать без инструкции есть такая маленькая картинка инструкция нету не влезает но если только вот бочком ноги бочком тоже можно есть еще такой пазл сложим как на цену эти детали будут вваливаться посмотрим что нибудь придумаем да еще был вопрос с этим на нем занозы вот я его периодически шкурю был еще вопрос кто-то меня спрашивал запланированный ребенок неожиданность ли это ребенка мы хотели ребенок можно сказать что запланированный да красивая коробка эти штуки можно кстати надо сразу выкинуть я не знаю кто этим будет пользоваться ну что не выбрасывать оставить пока миш девочкам же не видно коробка ты и сдвигаешь давай берем пока пазлы до вечера сюда да вот так все ничего страшного не закроются до конца